В прошлый раз мы с вами ввели понятие нётрового модуля. В каких случаях можно гарантировать нётровость модуля? Необходимое условие это конечная порождённость, потому что нётровость означает, что любой подмодуль, в том числе и сам модуль, как свой собственный подмодуль, должен быть конечно порождён. А будет ли это условие достаточно? Для каких колец или алгебр любой конечно порождённый модуль нётров? Мы давайте ограничимся сейчас классом коммутативных, ассоциативных, с единицей это всегда коммутативных колец или алгебр. Хотя на самом деле то, что я буду говорить, можно более-менее то же самое сказать и в ассоциативном случае, но просто для дальнейших применений. И в принципе коммутативный случай он наиболее часто встречается. Давайте дадим такое определение. Значит, коммутативное, ассоциативное кольцо или алгебра над каким-то полем с единицей, ну скажем, а. А назовём это кольцо нётровым, если оно нётрово как модуль над самим собой. То есть если регулярный а модуль, а, а как модуль над самим собой, нётров. Ну то есть другими словами, что значит, что регулярный модуль нётров? Это значит, что любой его подмодуль конечно порождён. А что такое подмодуль регулярного модуля? Это идеалы. Поэтому условие нётровости кольца означает, что любой идеал конечно порождён. То есть любой идеал конечно порождён. Ну имеется в виду конечно порождён как а модуль. То есть существует такой конечный набор элементов, что любой элемент идеала представляется в виде линейной комбинации этих элементов с коэффициентами из нашего кольца. Или эквивалентно любая возрастающая цепочка идеалов стабилизируется. Вот на самом деле можно было бы тоже понятие рассмотреть для некомутативных ассоциативных элементов. Только тогда надо говорить про нётровость слева или нётровость справа. То есть рассматривать кольцо как либо левый регулярный амодуль, либо правый регулярный амодуль. И это будет ни одно и то же в случае некомутативного кольца. Можно рассматривать нётровость и слева и справа. Тогда такие кольца называются просто нётровыми. А вот, скажем, нётровость как бимодуля рассматривать не очень интересно. Тогда вместо левых или правых идеалов надо было бы говорить про двусторонние идеалы. Конечно, можно определить такое понятие, что, допустим, любая цепочка двусторонних идеалов возрастающая стабилизируется. Но это не очень интересное понятие на практике. Тогда бы, например, любое простое кольцо, в котором нет нетривиальных идеалов, надо было бы считать нётровым. Потому что у него ещё никаких цепочек нет. Ну, это, в общем, так показывает жизнь, не очень интересное понятие. Так что в некомутативном случае нётровость надо рассматривать с какой-то одной стороны или с обеих сторон, левую и правую нётровость. Но мы ограничимся, повторяю, комутативным случаем, как наиболее часто встречающимся в жизни. Хотя вот более-менее всё, что я говорю с надлежащими поправками, всё, что я буду говорить, переносится на некомутативный случай. Значит, основное, собственно говоря, свойство нётровых колец, почему вот это понятие интересно, заключается в следующем предложении. Любой конечнопорождённый модуль над нётровым кольцом или алгеброй, любой конечнопорождённый модуль над нётровым кольцом или алгеброй, нётровым кольцом или алгеброй. Ну, это очень простое утверждение. Всякий конечнопорождённый модуль, допустим, m, представляется, как мы видели на прошлой лекции, в виде фактора модуля свободного конечнопорождённого модуля. Вот. А всякий свободный, конечно, порождённый модуль он изоморфен в прямой сумме нескольких копий регулярного модуля, то есть самого кольца А, как модуля над самим собой. Ну и поскольку регулярный модуль нёторов, прямая сумма таких модулей тоже нёторово, да, прямая сумма нёторовых модулей нёторово. Значит, А нёторово, следовательно, F, как прямая сумма нескольких копий регулярного модуля, тоже нёторово. Ну и фактор модуля нёторово, модуля тоже будет нёторово, как мы это доказывали на прошлой лекции. Вот. То есть вот нёторовые кольца образуют такой хороший класс колец, для которых из конечной порождённости модуля автоматически вытекает его нёторово. Что и любой подмодуль тоже конечно порождён. Ну, как в векторных пространствах. Из конечной мерности пространства следует конечная мерность подпространства. Вот. Но возникает естественный вопрос. А какие кольца или алгебры нёторово? Мы приведём достаточно большой запас класс нёторовых колец или алгебры, но вначале докажем некоторое общее утверждение. Предложение 2. Если кольцо А нёторово, или алгебра, то фактор кольцо по любому идеалу тоже будет нёторовым. То есть класс нёторовых колец замкнут относительно перехода к фактору кольца. Это тоже очень простое утверждение. Давайте рассмотрим фактор кольцо А по идеалу И как циклический модуль над кольцом А. Ну, это, собственно говоря, часть общей конструкции. Мы говорили, что если у нас есть геоморфизм из одного кольца в другое, то то другое кольцо можно рассматривать как модуль над первым кольцом. В данном случае как раз такая ситуация. У нас есть геоморфизм из кольца А в фактор кольцо, каноническая проекция. И поэтому мы можем рассматривать структуру модуля. Ну, следующую. Значит, умножение элементов фактора кольца на элементы самого кольца. Скажем, я хочу элемент фактора кольца, смежный класс Б по идеалу И, умножить на элемент А из кольца А большое. Но я определяю просто, я умножаю А на Б и беру смежный класс. Так определяется структура А модуля на фактор кольца. А почему это циклический модуль? Ну, потому что он порожден элементом, значит, порождающий элемент. Какой? Можете сами скажете? Класс единицы, конечно. Ну, например, может, не единственный порождающий, но этот точно подойдет. Если мы класс 1 плюс И умножим на любой элемент Б, то мы получим любой другой класс в этом фактор кольца. Вот. Ну, а дальше остается применить предложение 1. Циклический модуль, он, конечно, порожден. Порожден одним элементом, значит, он ньотров по предложению 1. Вот. То есть, мы доказали, что фактор кольцо А по И является ньотровым А модулем, ну, а тогда и А по И модулем тоже, потому что, значит, структура регулярного модуля на фактор кольце, она сводится к структуре А модуля. Ведь мы умножаем смежные классы по такому же правилу, только здесь мы умножаем не на элемент кольца А, а на смежный класс элемента А по идеалу. Ну вот. То есть отсюда следует, что А по И есть ньотров А модуль. Ну и тогда, тем более, вернее, не тем более, а это равносильно, это будет и ньотровым А по И модулем. Потому что умножение на элементы кольца А сводится к умножению на их смежные классы по идеалу. Вот. Более содержательным утверждением здесь мы как бы вот в каком-то смысле кольцо уменьшаем. Если у нас есть ньотровое кольцо, мы его факторизуем, переходим к фактору кольцу. Оно тоже будет ньотровое, но при этом кольцо как бы уменьшается. Фактор кольцо меньше. Более интересно следующее утверждение, которое позволяет увеличивать ньотровое кольцо с сохранением свойства ньотровости. Это утверждение носит название теоремы Гильберта о базисе идеала. На современном языке эту теорию мы можем сформулировать так, что если кольцо А ньотрово, то тогда кольцо многочленов от одной переменной с коэффициентами из А тоже будет ньотровое. Тут мы наоборот кольцо увеличиваем. Было вот кольцо коэффициентов, мы присоединили переменную и получили кольцо многочленов. Так что это более полезное утверждение для пополнения класса ньотровых колец. Почему называется теоремой о базисе идеала? Ньотровость это что такое? Это свойство, что каждый идеал имеет конечную систему порождающих. В старой терминологии каждый идеал имеет конечный базис. Хотя, конечно, это базис не в буквальном смысле, как базис векторного пространства или базис свободного модуля. В данном случае слово базис понимается не совсем правильно, просто как система порождающих. Вот отсюда название теоремы о базисе идеала. Ну давайте докажем. Пусть и произвольный идеал в кольце многочленов над ньотровым кольцом А. Наша цель доказать, что этот идеал имеет конечную систему порождающих, ну как модуль над этим кольцом. Давайте мы рассмотрим множество всех старших коэффициентов, всех многочленов, лежащих в идеале и. Значит, обозначим и с домиком. Это множество таких элементов кольца А, что существует многочлен в кольце А от х, у которого старший член имеет коэффициент а. в какой-то степени А на х степени n плюс и так далее, и так далее, это члены младших степеней, лежащие в идеале и. Вот, я утверждаю, что это множество старших коэффициентов всех многочленов из идеала и само является идеалом, но уже в кольце А. Проверим, что это так. Проверка того, что И с домиком идеал. Ну, предположим, что у нас имеется два элемента И с домиком, скажем, А маленькая и Б маленькая, лежат в И с домиком. Это значит, что существуют такие многочлены, лежащие в И, у которых старшие коэффициенты равны А и Б соответственно. Значит, существует такой F, равный А на х степени n плюс и так далее, и существует такой G, равный Б на х в степени n плюс и так далее, лежащие в идеале И. И так далее, означает младшие члены, я уже не буду каждый раз писать. Вот. Ну, мы без ограничения общести можем считать, что степень первого многочлена больше или равна степени второго многочлена, иначе поменяем их ролями. Значит, без ограничения общности можем считать, что степень n больше или равна степени m. Тогда давайте рассмотрим такой многочлен. F плюс G умножить на х в степени n минус m. F плюс G умножить на х в степени n минус m. Как он будет выглядеть? Ну вот за счет того, что мы G домножили на одночлен, его степень поднялась до n. Да? А после этого мы просто складываем старшие члены, да? и получаем A плюс B умножить на х в степени n плюс и так далее. И этот многочлен тоже будет лежать в идеале i. Поскольку F там лежал, G там лежал, значит и вот такая комбинация тоже будет лежать в идеале i. Вот. Отсюда следует, что A плюс B лежит в i. И с крышкой. И с крышкой, да, конечно. И с крышкой. Вот. Ну а второе условие на то, что у нас идеал, это то, что если мы умножим любой элемент из этого множества на любой элемент кольца, мы останемся и с крышкой. Но это еще проще. Значит, если C лежит в A, то тогда многочлен C умножить на F, он имеет вид C, A, и в степени n плюс младшие члены. F лежал в идеале i, значит C на F тоже будет лежать в идеале i. Значит, это будет лежать в идеале i, а тогда старший коэффициент будет лежать в искрышке. Вот таким образом мы проверили, что искрышка это идеал. Ну тут на самом деле есть не то, что обман, а есть небольшая неточность. Когда мы говорим про старший коэффициент, мы имеем в виду старший, не нулевой коэффициент, конечно, да. Что сказать старший коэффициент многочлена? Это не нулевой коэффициент при самом старшем члене, который в этот многочлен входит. Но если там где-то в каком-то месте вот это A плюс B оказалось равным нулю, то тогда вообще никаких проблем нет. Нулевой элемент в искрышке лежит, потому что в идеале i лежит нулевой многочлен, а у него все коэффициенты равны нулю. Поэтому, ну или можно так сказать формально сказать, что искрышкой включает ноль тоже. Договориться, что если в этом определении считать коэффициенты ненулевыми, то ноль туда, конечно, надо добавить. Но если там A плюс B оказалось равным нулю или C на A оказалось равным нулю, то тогда проблем вообще никаких нет. Ноль там лежит по определению. Вот. Таким образом, у нас возникает такой идеал старших коэффициентов, многочленов из идеала i. А раз кольцо А нёторого, то этот идеал старших коэффициентов конечно порожден. Кольцо А нёторого. Отсюда следует, что идеал старших коэффициентов порожден конечным числом элементов, ну, допустим, А первое и так далее, А ст. И каждый из этих аитых является старшим коэффициентом какого-то многочлена F итого из идеала i. То есть существует такой F итой, который равен а итая умножить на x в какой-то степени n и t плюс более младшие члены, который лежит в идеале i. Вот. Эти степени, они все, конечно, разные, могут быть эти n и t, но давайте возьмем из них максимальную. То есть положим n, равное максимуму из всех этих степеней, n1, ns. И давайте теперь рассмотрим ту часть идеала i нашего, исходного, которая состоит из многочленов в степени меньше n. Вообще, что образует из себя множество многочленов в степени меньше n? Давайте так обозначим. a от x с индексом меньше n. Это будет в кольце многочленов a от x, это будет a под модуль. Зампт относительно сложения и умножения на элементы из a. Более того, это будет прямая сумма таких вот, это будет свободный a под модуль, это будет прямая сумма циклических модулей таких a плюс n. a умножить на x плюс и так далее плюс a умножить на x в степени n минус 1. Вы рассматривали только меньше n? Меньше n. Вот здесь я хочу меньше n рассматривать. Можно было бы и меньше, и равно, но мне хочется меньше. Вот, строго меньше. Вот, это будет свободный a модуль, свободный a модуль ранга n, ну, я не говорил, что ранг свободного модуля, кажется, свободный a модуль с базисом, состоящим из одночленов единицы, x и так далее до x в степени n минус 1. Свободный, конечно, порожденный a модуль. Вот. А тот кусок идеала i, который попадает в это множество, обозначим это i с индексом меньше n. То есть это пересечение i с многочленами степени меньше n. Это будет подмодуль в этом свободном a модуле. a подмодуль. Ну, а поскольку a у нас метрово кольцо, то любой конечно порожденный a модуль метров, давайте напишем, что это конечно порожденный a модуль a от x с индексом меньше n, он будет метров по предложению 1. а тогда любой его подмодуль будет конечно порожден. То есть этот вот кусок идеала i в степени меньше n порожден конечным числом элементов ну, допустим, не знаю, g1 и так далее gR. То есть это какие-то многочлены лежащие в i в степени меньше n такие, что любой многочлен лежащий в i в степени меньше n представляется в виде линейной комбинации этих g1 и r с коэффициентами из кольца а. Даже не из кольца а от x, а просто из кольца а. Ну, вот теперь мы готовы доказать, что идеал i конечно порожден в кольце многочленов уже а от x. Давайте мы возьмем любой многочлен f из идеала i. Ну, он имеет вид там какой-то старший коэффициент а на x в какой-то степени m, допустим, плюс и так далее, плюс младший член. Вот. Поскольку у нас идеал старших коэффициентов порожден вот этими вот элементами а1 ас, то тогда существуют такие b1 bs из кольца а, что старший коэффициент а маленькая этого многочлена f представляется в виде линейной комбинации порождающих элементов а1 ас с вот этими вот множителями b1 bs а равно b1 а1 плюс и так далее плюс bs ас. Теперь если степень многочлена f больше ли равна чем n то мы можем сделать следующее мы можем взять линейную комбинацию многочленов f итых у которых как раз старшие коэффициенты вот эти самые аитые да умножить их на недостающую степень так чтобы получилась степень m да у нас m больше и равно n а n это максимум из всех n итых то есть умножить каждое f итая на x в степени n минус m минус n итая и получить старшую степень m с тем же коэффициентом а потом еще умножить этот многочлен на b и все сложить и тогда мы получим многочлен у которого старший член такой же как f то есть наш многочлен f можно представить в виде вот как я сказал b1 умножить на x в степени m минус n1 на f1 плюс и так далее плюс bs на x в степени m минус ns ns на f s вот у того что здесь написано старший коэффициент будет такой же и вообще старший член степень старшая степень будет такая же как у f степень m и старший коэффициент будет такой же как у f это будет а в силу вот этого равенства вот то есть наш многочлен f отличается от вот этой суммы на какой-то многочлен степени меньше чем m плюс какое-то h где многочлен h он тоже лежит в и разумеется потому что f лежит в и каждая f и т у нас лежит в и значит вот эта комбинация лежит в и ну и разность лежит в и да вот но степень h уже будет меньше чем m значит еще раз если мы взяли какой-то многочлен из идеала степень которого больше или равна чем максимум степеней вот этих f и коэффициенты которых порождают идеал старших коэффициентов то тогда вычтя из f подходящую комбинацию этих f и мы понизим степень многочлена и так мы можем понижать до тех пор пока степень оставшегося многочлена не станет меньше n то есть можно то же самое сделать для h да значит рассуждаем также для h и так далее в итоге получим что наш многочлен f представлен в виде комбинации многочленов f и с какими-то множителями из кольца многочленов то есть h1 умножить на f1 плюс и так далее плюс hs умножить на fs где h и это какие-то многочлены из нашего кольца плюс что-то плюс какое-то g маленькое где g маленькое тоже лежит в идеале но имеет степень меньше n то есть g маленькое лежит в той части идеала которую я обозначил и с индексом меньше n ну а как только мы загнали этот остаток вот в эту часть идеала мы же знаем что кусок идеала состоящий из многочленов с тем степень меньше n является конечно порожденным уже а модулем то есть вот этот многочлен g маленькое он может быть выражен в виде линейной комбинации многочленов g1 gr с коэффициентами даже не из а от x а просто из а отсюда следует что существует такой набор c1 cr из кольца а что g маленькое есть c1 g1 плюс и так далее плюс cr gr вот и что мы в результате получили мы в результате сумели любой многочлен из идеала и представить в виде линейной комбинации f1 fs и g1 gr с коэффициентами из кольца многочленов правильно следовать на этот объединенный набор многочленов вывод который мы можем теперь сделать следовательно идеал и порожден элементами f1 fs и g1 gr это и есть то что мы хотели мы хотели доказать что любой идеал конечно порожден вот мы для него построили систему порождающих вот есть какие-нибудь вопросы по доказательству вот здесь появляется вот та часть идеала которая лежит среди многочленов степени меньше n вот это и меньше n это это подмодуль свободного конечно порожденного а модуля вот ну а поскольку а ньотрово кольцо то этот модуль ньотров тоже да конечно порожденный модуль ньотров и любой его подмодуль получается конечно порожден и вот эти g1 gr это система его порождающих есть еще вопросы хорошо вот эта теорема гильберта о базисе идеала она действительно существенно более полезна чем предыдущее утверждение о переходе к фактору кольцу но конечно она работает в комбинации с тем утверждением она позволяет предъявить большой запас ньотровых колец вот давайте укажем следствие из этой теоремы следствие первое кольцо многочленов от любого числа переменных над полем здесь k это поле как обычно я поле всегда обозначаю не всегда но чаще всего обозначаю букву k вот и кольцо многочленов от любого числа переменных с целыми коэффициентами это будут ньотровы кольца вот а почему это так ну индукция теорема гильберта надо применить несколько раз в случае кольца многочленов над полем можно начать со случая поля вот когда а это поле ну поле очевидно является ньотровым кольцом потому что там вообще идеалов нет кроме тривиальных да вот там проблем с конечной порожденностью не возникает а дальше мы присоединяем по одной переменной и каждый раз получаем ньотрово кольцо по теореме гильберта поэтому кольцо многочленов от любого числа переменных над полем будет ньотрово аналогично для многочленов с целыми коэффициентами кольцо целых чисел ньотрово почему ну да там любой идеал является главным то есть он порожден одним элементом идеал в кольце целых чисел это просто подгруппа в группе z вот и любая подгруппа циклическая группа циклическая поэтому порождена одним элементом так что начиная во втором случае с кольца z и дальше присоединяя по одной переменной мы каждый раз получаем ньотрово кольцо но на самом ровно то же рассуждение показывает что вообще если мы возьмем произвольное ньотрово кольцо и присоединим к нему любое число переменных то есть рассмотрим кольцо многочленов от n переменных с коэффициентами из ньотрово кольца то тоже получим ньотрово кольцо давайте может даже это напишем аналогично для любого кольца а от x1 xn кольца многочленов где кольцо а ньотрово вот а здесь мы просто значит несколько раз применяем н раз применяем теорему Гильберта о базисе идеала вот кстати говоря оригинальная теорема Гильберта которую собственно сам Гильберт и доказал она относится именно к этому кольцу кольцу многочленов от n переменных над полем ну я даже думаю что он рассматривал там поле комплексных чисел или действительных чисел я честно говоря сейчас исторически не поручусь как там в оригинале формулировалась эта теорема но короче она относилась к кольцу многочленов над полем от нескольких переменных что любой идеал в таком кольце конечно поражает вот значит а второе следствие получается комбинации первого следствия и утверждение про про фактор кольцо да любое конечно порожденное коммутативное ассоциативное кольцо или алгебра с единицей будет неотраво конечно порожденное это значит есть конечное число элементов такое что любой элемент кольца получается комбинации их сложений вычитаний умножений в общем то что можно делать в кольце ну другими словами конечно порожденное кольцо это если существует конечный набор элементов такой что любой элемент кольца представляется в виде многочлена с целыми коэффициентами от этих элементов а конечно порожденная алгебра там соответственно с коэффициентами из поля k то есть любой элемент алгебры можно получить из данного конечного набора комбинируя операции сложения умножения вычитания и умножение на скаляры, на элементы поля. То есть любой элемент этой алгебры должен представляться в виде многочлена с коэффициентами из поля от этих порождающих элементов. Почему такое кольцо будет не оторвало? Потому что оно является фактором кольца многочленов от независимых переменных. Если мы вместо этих переменных подставим порождающие элементы кольца, то могут появиться какие-то алгебраические зависимости. Ну, значит, по соответствующим многочленам надо профакторизовать. То есть, давайте я напишу. Такие кольца или алгебры являются фактор кольцами или фактор алгебрами колец из следствия 1. А поскольку фактор кольцо, не оторвало кольца тоже будет не оторвало, то, соответственно, мы получаем утверждение. То есть, вот это дает уже весьма большой запас не оторвавых колец или не оторвавых алгебр, ну, по крайней мере, вот в классе коммутативных колец. Наиболее интересные кольца, они как раз относятся к такому типу. Например, те, которые встречаются в алгебраической геометрии. Ну, конечно, порожденные алгебры над каким-то полем. Вот. Но простейшим классом нёторовых колец являются, конечно, не вот такие хитрые, а то, что называется кольца главных идеалов. Итак, как я сказал, простейшим классом нёторовых колец являются те кольца, в которых каждый идеал порожден просто одним элементом. Ну, или, как говорят, являются главным. Такие кольца называются кольцами главных идеалов, но более точно ещё накладываются дополнительные условия, чтобы кольцо было без делителей нуля. Давайте мы дадим определение. А коммутативное, ассоциативное кольцо с единицей без делителей нуля А называется кольцом главных идеалов. Если любой идеал в нём является главным, то есть порождён одним элементом. Главный идеал – это идеал, порождённый одним элементом. Ну, для того, чтобы какие-то дальнейшие свойства выполнялись. Да, это просто… Ну, просто мы хотим получить хороший класс колец с какими-то хорошими свойствами. Поэтому вот разумно потребовать вот это дополнительное условие. То есть в наших обозначениях любой идеал должен быть порождён ну каким-то вот одним элементом А маленькая. Вот. Примеры колец главных идеалов вам, собственно, известны. Да и само это понятие, я думаю, в третьем семестре у вас возникало, да? Вот. Значит, примеры. Колец главных идеалов. Ну, вот это в первую очередь кольцо целых чисел. Мы уже сегодня, собственно, этот факт упоминали, что это кольцо главных идеалов, да? Кольцо многочленов от одной переменной над полем. Ну и на самом деле обобщение этих двух примеров. Какие кольца, вот из третьего семестра вам известно, какие кольца являются кольцами главных идеалов? Матрица – это вообще не коммутативное кольцо. Тут мы не рассматриваем никому мутативное кольцо сейчас. Понятие евклидового кольца вам знакомо? Что такое евклидовое кольцо? Нет, не было? А, даже в первом семестре. Но я подозреваю, что… В третьем семестре чаще всего доказывают, что там понятие идеала появляется обычно в третьем семестре, и там доказывают, что любое евклидовое кольцо является кольцом главных идеалов. Не было у вас такой теоремы в третьем семестре? Не было. Доказывать это было неохота. Говорят, что в первом семестре были. Ну вот любое евклидово кольцо. Евклидово кольцо это кольцо, в котором есть алгоритм деления с остатком. Если так, я не формулирую сейчас точное определение. Это кольцо, в котором есть такая функция евклидово-норма. Функция, принимающая целые неотрицательные значения обычно, которая обладает рядом свойств. Норма произведения больше или равна произведению норм со множителей. Больше или равна норме каждого со множителя. И еще одно свойство, что любой элемент на любой другой можно поделить с остатком. И норма остатка меньше нормы делителя. Строго меньше нормы делителя. Для целых чисел норма это модуль. Для многочленов норма это степень. Но вот это свойство деления с остатком выполняется и там, и там. А общее понятие евклидово кольца, оно как бы аксиматизирует вот эти два примера. И вот можно доказать, ну давайте мы сейчас это делать не будем, раз у вас евклидово кольца подробно не обсуждались, можно доказать примерно так же, как это доказывается для целых чисел и кольца многочленов, что любое евклидово кольцо является кольцом главных идеалов. Важное свойство кольца главных идеалов, чем, собственно, этот класс колец выделяется, это однозначное разложение любого элемента на простые множители. Для этого надо вспомнить такой простой элемент в кольце. Определение 3. Элемент P маленькая из кольца А называется простым, если его нельзя разложить в произведение двух необратимых множителей. Если, во-первых, он сам необратим. И его нельзя разложить в произведение двух необратимых множителей. Ну это аналог простого целого числа или неприводимого многочлена. Вот простые целые числа являются простыми элементами кольца целых чисел, а неприводимые многочлены являются простыми элементами кольца многочленов от одной перемены, от полем коэффициентов k. Вот. И собственно говоря, главное свойство колец главных идеалов это теорема, которая говорит, что пусть а это кольцо главных идеалов, Тогда для любого необратимого элемента кольца А существует разложение этого элемента произведения простых множителей. Причем это разложение единственное, ну в том же смысле, в котором единственное разложение на простые целые числа и на неприводимые многочлены. Разложение единственное с точностью до перестановки множителей. И умножение их на обратимые элементы кольца. Скажем, в разложении многочленов на неприводимые вы можете домножать эти множители на константы. Ну так, чтобы произведение этих констант, разумеется, было равно единице, да? Чтобы общее произведение осталось неизменным, сбалансированно домножать. А для разложения на простые целые числа вы можете домножать их еще на знаки. Простым целым числом, согласно определению 3, надо считать не только положительные, но и отрицательные простые числа. Вот, значит, такая теория. И она позволяет сводить разные вопросы теории делимости в таких вот кольцах с однозначным разложением на простые множители, просто к этому разложению на множители. Если мы хотим, допустим, понять, делится ли один элемент на другой, надо каждый из них разложить на множители и посмотреть, чтобы множители в делителе входили в степенях не больше, чем те же множители входят в делимое. Да, вот тогда один элемент делится на другой. Ну, разумеется, когда я говорю, что там входили, не входили, это с точностью до умножения на обратимые элементы. Вообще все вопросы делимости, они никак не меняются, если мы элементы, которые мы рассматриваем, домножим на обратимые множители. То есть, свойство, что один элемент делится на другой, оно никак от этого не меняется. Если мы делитель или делимое домножим на любое обратимое множители. Вот, значит, ну, такую теорему у вас не доказывали в третьем семестре? На первом, на первом. Ну, на первом доказывали для кого? Для евклидовых колец, да? Да, ну вот. Значит, на самом деле доказательство этой теоремы для колец главных идеалов, оно, в общем, примерно такое же. Но там есть некоторые нюансы, которые надо рассматривать несколько иначе, там чуть посложнее. Поэтому я все-таки это доказательство приведу, заодно и вспомните, как доказывается та теорема. Вот. Значит, начнем с существования разложения на простые множители. Вот. Ну, будем доказывать от противного. Предположим, что нашелся такой необратимый элемент, который нельзя разложить на простые множители. Пусть элемент а маленькая, а не разложим на простые множители. Вот. Тогда, в частности, он сам не является простым. Потому что иначе его можно разложить в произведении одного множителя, самого себя, да? Вот. А раз он не прост, то его можно разложить на два необратимых множителя. А равно а1 умножить на b1, где оба этих элемента необратимых. Причем один из них тоже нельзя разложить на простые множители. Поскольку если бы каждый из них можно было бы разложить на простые множители, напишем, значит, один из множителей, ну, например, а1 без ограничения общности, не разложим на простые множители. Потому что, иначе, повторяю, если каждый из множителей можно разложить на простые, то и произведение, то есть элемент а можно было бы разложить на простые множители. Значит, иначе бы а разлагался на простые множители. Ну, а дальше для а1 можно сказать то же самое, что мы говорили для а. Значит, раз а1 не разложим на простые множители, значит, в частности, он не прост. И, значит, его можно разложить на два множителя необратимых. А1 равно а2 умножить на b2. А2 и b2 необратимые. И опять-таки, один из них, хотя бы один из них, не разлагается на простые множители, ну и так далее. Значит, один из множители, например, а3, например, а2 не разлагается на простые множители. А2 и так далее. То есть в результате мы получим последовательность элементов нашего кольца а1, а2 и так далее, элементов нашего кольца, которые обладают тем свойством, что каждая а1 разлагается в произведение а1 плюс 1 умножить на b1 плюс 1, причем оба множителя необратимы. а1 плюс 1, b1 плюс 1 необратимы. А это значит, в частности, что а1 не делит а1 плюс 1. а1 делится на а1 плюс 1, ну это очевидно из написанного, но не делит а1 плюс 1, потому что если бы эти два множителя делили бы друг друга, то они отличались бы на обратимый элемент. Правильно? Отсюда можно было бы вынести аитое, тогда здесь бы получили произведение b и плюс 1 на что-то, это произведение было бы равно единице. На аитое можно было бы сократить. Вот здесь мы используем то, что нет делителей нуля, что на общей множители можно сокращать. А вот такая ситуация означает, что у нас имеется цепочка вложенных идеалов, идеал, порожденный элементом а1 содержится в идеале, порожденным элементом а2 и так далее. Идеал, порожденный элементом аитое, содержится в идеале, порожденным элементом аи плюс 1, причем содержится строго, потому что аи плюс 1 делит аитое, и значит аитое лежит в идеале, порожденном аи плюс 1. А наоборот неверно, потому что аитое не делится, не делит аи плюс 1. То есть получаем строго возрастающую цепочку вложенных друг в друга идеалов, которые не стабилизируются. Это противоречит неоправостям. Не стабилизируется. Противоречит неоправостям. Тем самым мы, наше первоначальное предположение, что есть элемент, который неразложим на простые множители, привели к противоречию, значит любой элемент разложим на простые множители. Вот. Почему АИТ не делит АИ плюс 1? Потому что если бы АИТ делило АИ плюс 1, то тогда у нас бы получилось, что АИ плюс 1 равно АИТ умножить на какое-то С. И подставив вот это выражение вот сюда, мы бы получили, что АИТ равно АИТ умножить на БИ плюс 1 умножить на С умножить на БИ плюс 1. И тогда вот это произведение было бы равно единице, и БИ плюс 1 было бы обратимым. А это не так. Понятно, да? Вот. Хорошо. То есть получается, что любое кольцо главных идеалов это факториальное? Ну, да, свойство, да, я это слово не произносил, но свойство однозначности разложения на простые множители для любого элемента, оно называется факториальностью. То есть кольцо без делителей нуля, в котором выполнено утверждение этой теоремы, коммутативное тоже, ассоциативное с единицей, в котором выполнено утверждение этой теоремы, оно называется факториальным. Так что другими словами мы доказали, что кольца главных идеалов факториальны, если угодно. Ещё не доказали, но сейчас докажут, докажут, да. Нет, ну как, где мы, а, нет, это правильный, это правильное, значит, это правильное замечание, пока мы пользовались только нёдровостью, это верно. А вот когда мы сейчас будем доказывать единственность разложения, мы будем пользоваться тем, что это кольцо главных идеалов. Сейчас увидите, где мы этим воспользуемся. Значит, значит, единственность. Вот, ну, доказательство единственности, оно, в общем, следует той же схеме, что доказательство единственности для целых чисел и для разложения на простые множители для целых чисел и для многочленов. Начнём с понятия наибольшего общего делителя. Вот есть понятие наибольшего общего делителя для двух или нескольких элементов в кольце. Это такой общий делитель, который делится на все остальные общие делители. Вот. Ну, это просто определение, да? А, наибольший делитель элементов, допустим, А1 и так далее, АС в кольце А. Это такой общий делитель, вот такой Д из кольца А, который делит все эти элементы и делится на любой другой их общий делитель. Д делится на С для любого С делящего элементы А1, АС. Вот. Ну, это понятие, наверное, тоже у вас обсуждалось в своё время, ещё в первом семестре, наверное, для любых колец, почти каких-то там. Вот. Наибольший общий делитель, там, непонятно, существует он или нет, но если он существует, он определён с точностью до обратимого множителя. Потому что два наибольших общих делителя, они делят друг друга по определению, да? Значит, они отличаются обратимым множителем. Вот. Так вот, в Евклидовом кольце, в кольце главных идеалов, для любого набора элементов существует наибольший общий делитель. Значит, Лемма. Для любого набора элементов А1, АС, в кольце главных идеалов А, существует их наибольший общий делитель. А, вот тут мы как раз будем использовать, что это кольцо главных идеалов. Существует их наибольший общий делитель, да. В произвольном кольце, ну, а, собственно, почему он должен существовать? Вот мы дали некое определение, да? Почему существует такой D, удовлетворяющий этому определению? Может быть, два числа, и они только другие делятся. Нет, ну, я не хочу приводить примеры колец, в которых это свойство не выполняется. Ну, а с какой стати он должен выполняться? Это же как бы некое утверждение, что вот есть такой объект. Почему он должен быть? Вот сейчас мы докажем, что в кольце главных идеалов он есть. Вот. Значит, доказательства Лемма. А, ну, x1, x2, например, кольце многочелов с двумя переменными. Нет. В факториальном кольце, к которому относится кольцо многочелов двух переменных, там наибольший общий делитель существует всегда у любых двух элементов. Это очень просто понять, потому что надо просто разложить каждый из этих элементов на простые множители и взять вот пересечение этих разложений, то, что входит и туда, и туда, и перемножить. Вот легко понять, что это и будет наибольший общий делитель. Вот. Но пока там не доказали ничего про разложение на простые множители. Вернее, мы доказали существование, но не доказали единственность. Вот. И поэтому нам надо действовать по-другому. Как, собственно, и вот для целых чисел многочленов, когда мы доказываем там основную теорему арифметики, мы же тоже сначала мы выясняем что-то про наибольший общий делитель, там, мы говорим Евклида и так далее, а потом уже пользуемся этим для доказательства вот разложимости, единственности разложения на простые множители. Так вот. Значит, как доказать лему? Давайте рассмотрим вот эти элементы А1АС и рассмотрим идеал ими порождёнными. Поскольку мы находимся в кольце главных идеалов, этот идеал является главным. А, следовательно, порождённым каким-то элементом D. Я утверждаю, что этот D и будет наибольшим общим делителем. Ну, давайте смотреть. Значит, поскольку D порождает идеал, в котором лежат все эти А1АС. Да? Вот все эти А1АС, они лежат в идеале И. Правильно? Ну, они его и порождают. Но, с другой стороны, этот же идеал порождается элементом D. Значит, все эти А1АС делятся на D. В самом деле. Все эти элементы А1АС делятся на D. А с другой стороны, элемент D, он порождает идеал И, но он в нём лежит. А с другой стороны, идеал И порождается элементами А1АС. Да? Значит, элемент D представляется в виде комбинации элементов А1АС с какими-то множителями из кольца А. D есть B1А1 плюс и так далее плюс BСАС. Для некоторых B1BS из кольца А. И поэтому любой общий делитель элементов А1АС будет делителем и для D тоже. Если что-то делит А1А2АС, то это что-то делит эту сумму. Правильно? Отсюда. Если С делит А1АС, то С делит D. Вот. Лемонт доказано. То есть мы с вами доказали, на самом деле, даже больше. Мы доказали, что для любого набора элементов, конечного набора элементов в кольце главных идеалов, существует их наибольший общий делитель, и он выражается через эти элементы. Вот линейное выражение наибольшего общего делителя, как мы привыкли для целых чисел, для многочленов. В любом кольце главных идеалов это тоже будет. Существует их нот D равный B1А1 плюс и так далее, плюс BСАС для некоторых элементов B1, BС из кольца А. Вот. Значит, ну а дальше пойдем по стандартной схеме. Лемма 2, давайте. А, которую тут удобно использовать, и которая вообще полезна в вопросах теории делимости. Смотрите, значит, если у нас B это простой элемент, и он делит произведение двух элементов А и B, то он делит один из со множителями. Доказательства этой леммы, ну тут, я думаю, все понимают или помнят из первого семестра, как такие вещи доказываются. А, может, даже еще и из школы. Значит, А либо П делит А, и тогда все доказано, да? Либо у П и А нет общих делителей, кроме обратимых элементов. Либо наибольший общий делитель П и А обратим. Это по той простой причине, что наибольший общий делитель, он же должен быть делителем П, правильно? А у П нет делителей, кроме самого П и единицы, ну с точки до обратимых множителей, да? Вот. Поэтому можно считать, что наибольший, мы же все рассматриваем с точки до обратимых множителей, можно считать, что наибольший общий делитель П и А равен единице. Да, там, множив его на обратимый множитель, можно считать, что он равен единице. А с другой стороны, наибольший общий делитель можно представить вот в таком вот виде. Правильно? Вот. То есть получается, что единицу можно представить в виде там У на П плюс В на А для некоторых У и В из кольца А большое. Давайте теперь домножим это равенство на В и получим В равно У на П. Давайте напишем так. В равно... Ну, хорошо. У на П на В плюс В на А на В. И мы видим здесь, что каждая слагаемая делит П. Первая слагаемая, очевидно, делится, вернее, на П. А вторая слагаемая, ну, потому что нам дано, что АВ делится на П. Вот. Ну, значит, и В делится на П. Что это я буду доказать? Можешь еще раз сказать, почему надо обращать? А? Можешь еще раз сказать, почему надо обращать? Потому что наибольший общий делитель этих двух элементов, он в частности является делителем П. Правильно? Да. А у П какие делители? П это простой элемент. У него нет делителей, кроме самого П и единицы. Ну, с точки зрения обратимых множителей. Если нам удалось разложить П на два множителя, то один из них обратимый. А второй отличается от П на обратимый элемент, получается. То есть, единственные существенные делители у элемента П, это само П и единичка. Ну, плюс там то, что может получено умножение на обратимое множительное. Вот. Поэтому, значит, без исключения общей системы можно написать, что наибольший общий делитель равен единицы. Если это какой-то другой обратимый элемент, значит, возьмем для него такое представление, потом домножим на обратимый множитель и получим такое представление для единицы. И тем самым дальше рассуждение как. У меня вопрос на первом время. Да. Мы д приравняли по 1а1бс, потому что у нас идеал... Потому что д это порождающий элемент вот этого идеала. А с другой стороны, то есть он лежит в этом идеале, а с другой стороны, этот идеал порожден элементами 1а1с. Мы как раз пользуемся, когда нам расписано. Конечно, конечно. Мы пользуемся вот этим вот утверждением Леммы. Я вот его написал уже в конце, после доказательства Леммы. Вот это вот, что нот можно выразить через исходный элемент. Можно? Вот если бы мы сейчас показали, что любое кольцо... Ну вот сейчас бы показали, что любое ефлидовое кольцо является кольцом главных идеалов. А вот обратно верно. То есть если... Ну, мы не показывали, честно говоря, что ефлидовое кольцо является кольцом главных идеалов. То есть есть ли кольцо главных идеалов, который не для сей флидов? Там от трёх, от любого числа переменных больше одного. А вот пример кольца главных идеалов, который не является ефлидовым, ну так надо немножко подумать. Но пример есть. Хорошо, давайте закончим доказательства. Завершим доказательства теоремы. Доказательства единственности. Давайте предположим, что у нас есть два разложения элемента А на простые множители. P1, Pn и допустим Q1, Qn. Дальше будем пользоваться вот этой леммой 2. Вот возьмём множитель P1 из первого разложения. По лемме, по лемме 2, этот множитель должен делить один из множителей второго разложения. Ну мы тут для произведения двух элементов сказали, что если делит произведение двух, то делит один из множителей. Но понятно, что на произведение любого числа элементов это сразу обобщается. Просто шаг за шагом. Значит, по лемме 2, P1 делит Q1 для некоторого 1. Ну и мы можем без исключения общности, нам же разрешается множители переставлять, перенумеровывать. Мы без исключения общности можем считать, что P1 делит Q1, допустим. Можно считать P1 делит Q1. А поскольку оба этих элемента простые, то один может делить другой только в том случае, когда они отличаются на обратимые множители. Отсюда следует, что Q1 есть P1 умножить на U, где U это какой-то обратимый элемент кольца. Ну и теперь мы можем подставить это выражение для Q1 сюда, во второе разложение и сократить на Q1. Сократить можем, потому что нет делителей нуля, еще раз, это вот существенно. И отсюда мы получаем, что произведение, начиная с P2, равно произведению U на Q2. Давайте мы добавим вот этот вот оставшийся обратимый множитель U ко второму множителю во втором разложении. U на Q2 умножить на остальные множители и так далее на Qm. Это тоже будет два разложения на простые множители, потому что от того, что мы какой-то простой элемент умножили на обратимый элемент, он не перестал быть простым. Вот. А дальше просто индукцией по числу множителей, да, можно завершить доказательство. То есть мы уже доказали, что в этих двух разложениях два множителя совпадают, P1 в первом разложении и, допустим, Q1 во втором разложении совпадают с точностью до обратимого множителя, да. Дальше на общий множитель сокращаем и переходим к разложению более короткому, ну и дальше рассуждаем индукцией по числу множителей в разложении. П1 делит вот это произведение. Значит, должно делить один из множителей. А потому что Q1 тоже простой элемент. Если один простой элемент делится на другой простой элемент, то они отличаются обратимым множителем. Потому что простой элемент нельзя разложить в произведение двух необратимых множителей. Вот Q1 равно P1 умножить на какое-то U. P1 простой, значит необратимый, но тогда U должен быть обратимым. Иначе Q1 не простой. Понятно, да? Да. Хорошо. Ну вот, вот это вот теорема о существовании единственности разложения на простые множители или по-другому о факториальности кольца главных идей. По числу множителей в разложениях? Ну да, вы можете формально спросить по числу, может быть, в каком из разложений. Ну давайте минимальным, да, минимальным из разложений. Конечно, конечно, да. Ну я уж такие, я мог прям формально до каждой запятой. Я уж надеюсь, что вы обладаете достаточной математической культурой, чтобы такие вещи самостоятельно восполнять. Вот, значит, конечно, да, вы правы. Вот, хорошо. Значит, теперь, после того, как мы поняли разные хорошие свойства колец главных идеалов, давайте мы разберемся, начнем, вернее, разбираться, закончим мы сегодня не успеем, со структурой модулей над кольцами главных идеалов. Давайте докажем такое утверждение. Значит, предложение 3. Вот, давайте я сразу скажу, что в третьем семестре у вас была теория конечно порожденных абелевых групп, да, вот как устроены конечно порожденные абелевые группы. Вот конечно порожденные модули над кольцом главных идеалов устроены более-менее так же. Конечно порожденные абелевые группы – это частный случай конечно порожденных модулей над кольцом главных идеалов, Потому что абелевая группа это модуль над z. И на самом деле теорема, которую я хочу доказать про структуру модулей, конечно порожденных модулей над кольцом главных идеалов, она будет, ну формулировка вам будет очень знакома. Она звучит практически так же, как аналогичная теорема для конечно порожденных абелевых групп. И доказательство на самом деле будет похожим, но со своими нюансами опять-таки, потому что кольца главных идеалов это более общее понятие, чем кольцо целых чисел, даже чем евклидово кольцо. Значит вот предложение 3. Пусть f свободный, конечно порожденный модуль над кольцом главных идеалов. Да, давайте я, значит, чтобы каждый раз про это не упоминать, напишу. Пусть а это кольцо главных идеалов. Предложение 3. Пусть f свободный, конечно порожденный, а модуль. И n это его подмодуль. Тогда f, тогда n тоже свободен. И можно выбрать базис в f и базис в n. Так, давайте напишу, и существует базис f1, fn для свободного модуля f такой, что первые, там сколько-то, допустим, m-векторов, m-элементов этого базиса, умноженные на какие-то множители, дадут нам базис m. Такой, что элементы u1, f1 и так далее, u, m, f, m, образуют базис подмодуля m для некоторых элементов u1, u, m из кольца А, которые к тому же последовательно делят один другой. То есть ui делит ui плюс 1 для любого i меньшего m. Вот в теории, конечно порожденных Абелевых групп, есть такая теорема о согласованных базисах, да, группы и подгруппы. Вот здесь то же самое, согласованные базисы модуля и подмодуля. Ну и доказательство, собственно, похожее, ну с небольшими нюансами. Значит, поскольку f это свободный, конечно порожденный модуль над ньотровым кольцом А, кольцо главных идеалов ньотрова, то он сам ньотров. f ньотров, отсюда следует, что любой его подмодуль, в частности n, тоже ньотров. А значит, отсюда следует, вернее, что любой его подмодуль, конечно порожденный. Значит, n, конечно порожденный. Ну давайте предположим, что n порожден какими-то элементами n1 и так далее, nk. Каждый из этих элементов нитых, или нжитых, давайте лучше, является в частности элементом свободного модуля f. Значит, он разлагается по базису этого модуля, ну по любому базису, который мы там выберем. Вот давайте выберем базис, ну скажем, f1 и так далее, fn в модуле f. Пока что произвольно. Тогда каждый элемент нжитый из тех, которые порождают подмодуль n, как-то разлагается по этому базису. а1 житая f1 плюс и так далее, плюс аn житая fn для некоторых элементов а и житых из нашего кольца А. И возникает матрица, так сказать, координат этих элементов нжитых в базисе f1 fn. Давайте мы напишем эту матрицу, как она выглядит. А1, 1, аn1 и так далее, а1g, а1g, а1, сколько их там штук, k штук, да? А1k, а, nk. Вот такая вот матрица возникает. Размера n на k, так что в каждом ее столбце записаны координаты порождающих элементов подмодуля n в выбранном базисе модуля f. То есть каждый столбец отвечает за свое n житая. Ну а каждая строка, можно сказать, отвечает за свой базисный вектор модуля f. То есть в и той строке записаны координаты тех или иных элементов при f и там, да? Первая строка отвечает за f1, вторая за f2, последняя за fn. Вот. И дальше мы можем с этой матрицей делать, вот как мы в свое время рассуждали, делать для А. Делать элементарные преобразования. Но тут, правда, есть небольшой нюанс. Обычных элементарных преобразований, к которым мы привыкли, может не хватить. Поэтому давайте мы введем понятие квазиэлементарного преобразования системы элементов какого-то А-модуля. Системы, допустим, M1 и так далее, ML, элементов А-модуля. Мы будем применять это понятие к строкам или столбцам нашей матрицы. То есть в качестве А-модуля будет выступать прямая сумма А плюс А плюс А, там либо n раз, либо k раз, да? Модуль строк или модуль столбцов элементов из А, да? Вот. Но само это определение можно дать для любого модуля и для любой системы элементов. Вот квазиэлементарным преобразованием системы, конечной системы элементов модуля, называется замена пары элементов, ну, какие-то, допустим, M, I, T, M, G, T, на другую пару элементов, M, I, T'', M, G, T''. Остальные элементы не меняются. По следующему правилу. Так что вот эти вот новые элементы M, I, T', M, G, T'', являются линейными комбинациями старых элементов с коэффициентами из А. Давайте я напишу A, M, I, T' плюс B, M, G, T'', A, M, G'', есть C, M, I, T' плюс D, M, G, T''. Но при этом матрица этих самых коэффициентов, A, B, C, D, должна быть обратимой матрицей над кольцом А. Ну или другими словами, ее определитель должен быть обратимым элементом в кольце А. То есть AD минус BC должно быть обратимым элементом в кольце А. Тогда по правилу Крамера существует обратная, ну по формуле для обратной матрицы, существует обратная матрица с элементами из А. Вот. Значит, вот обычное элементарное преобразование, к которым мы привыкли, это частный случай. Значит, частный случай, это обычное элементарное преобразование. А именно элементарное преобразование первого типа. Вот для обычных элементарных преобразований эта матрица А, B, C, D, она выглядит как. Что такое элементарное преобразование первого типа? Мы к одному элементу прибавляем второй с каким-то коэффициентом, да? И матрица в этом случае будет выглядеть так. Единица, там, B, допустим, 0, 1. То есть мы к МИ-тому прибавляем МЖТ с коэффициентом B. А МЖТ не меняется. Это вот элементарное преобразование первого типа. Для элементарного преобразования второго типа, когда мы переставляем два элемента местами, матрица будет выглядеть вот так. 0, 1, 1, 0. Да? Это элементарное преобразование второго типа. А для элементарных преобразований третьего типа, когда мы, допустим, один из элементов, ну, скажем, МИ-той, умножаем на обратимый элемент кольца, да? Матрица будет выглядеть так. Здесь А, здесь 0, здесь 0, здесь 1. Причем А должен быть обратимым элементом. Это для элементарного преобразования третьего типа. Так что элементарные преобразования привычные нам, ну я повторяю, мы будем делать для строк и столбцов этой матрицы, а может для любой системы элементов какого-то модуля делать. Элементарные преобразования привычные нам, они являются частным случаем элементарных преобразований более, вот квазиэлементарных преобразований более общего века. Значит, ну и лемма, которую мы уже докажем в следующий раз. Сегодня не успеем. Говорит, что любую матрицу с элементами из А можно с помощью квазиэлементарных преобразований строк и столбцов привести к виду вот такому. Значит, из верхнего левого угла по диагонали идут какие-то элементы у1, ур, не обязательно до конца. А остальные позиции заняты нулями. Причем эти у1, ур, они вот как положено делят друг друга последовательно. Уитая делит уи плюс первое. Эта лемма чисто касается матриц. Тут, так сказать, никаких модулей нет, но ее мы докажем в следующий раз. Вот эта техническая лемма. Как же докажется в этом случае? Ну, не совсем, потому что, вот я говорю, тут отличие колец главных идеалов от евклидовых колец. Потому что все-таки здесь вот это более общее понятие преобразования надо использовать. Просто элементарных преобразований как там не хватит. Может не хватить. Но дальше из этой леммы точно так же выводится теорема. Ну, я уже завершу доказательство теоремы. Вернее, предложение 3. Значит, квазиэлементарным преобразованием строк матрицы, которая у нас вот здесь вот получилась, соответствует замене базиса в свободном модуле. Замены базиса в модуле f. А квазиэлементарным преобразованием столбцов этой матрицы соответствует замена системы порождающих элементов вот этих n1nk в подмодуле n. Замены порождающие системы в n. И если поверить в эту лемму 3, то после всех таких замен, после замен по лемме 3, можно считать, что вот эти вот n1nk, первые там сколько-то штук из них, сейчас здесь буква r, давайте я напишу букву m, чтобы было в соответствии с этими обозначениями. Можно считать, что первые m штук из этих n1nk, это просто элементы, пропорциональные соответствующим f итам, да? Вот. Что n ит равно u ит f ит при i меньшем или равном m и нулю при i большем m. Ну а тогда понятно, что, значит, остается вот те, которые нулевые, можно просто выкинуть из системы порождающих, они ни на что не влияют, и остаются только вот эти n1nk, nm, да? Которые пропорциональны базисным элементам f, не всем, а первым m, и которые порождают и, значит, образуют базис подмодуля m. Отсюда следует, что u1f1 и так далее, umfm, это базис m. Они линейно независимы, то есть никакая их нетривиальная комбинация не равна нулю, потому что это верно для f1fm. Значит, они образуют базис. Ну вот, тем самым предложение 3 доказано по модулю lemma 3, а lemma 3 мы докажем в следующий раз. На сегодня закончим.